Хан Золотой Орды Муртаза желал переманить Нардаулата к себе и в 1487 году прислал своего чиновника в Москву с письмами к нему и к великому князю, говоря первому «Брат и друг мой, сердцем праведный, величеством знаменитый, опора Бессерменского царства, ты ведаешь, что мы дети единого отца. Предки наши, омраченные властолюбием, восстали друг на друга. Немало было зла и кровопролития, но раздоры утихли, следы крови омылись и млеком, и пламень вражды погас от воды любовной. Брат твой, Менглигерей, снова возбудил междоусобие, за что Господь наказал его столь многими бедствиями. Ты, краса Отечества, живешь среди неверных. Всего мы не можем видеть спокойно и шлем Твоему Величеству тяжелый поклон с легким даром через слугу Шихбаглула. Открой ему тайные свои мысли. Хочешь ли оставить страну злочестия? Мы пишем о том к Ивану. Где не будешь, будь здрав и люби наше братство». Письмо к великому князю содержало в себе следующее. Муртазино слово Ивану. «Знай, что царь Нардаулат всегда любил меня. Отпусти его, да возведу на царство, свергнув моего злодея Менглигерея. Удержи в залог жену и детей Нардаулатовых. Когда он сядет на престол, тогда возьмет их у тебя добром и любовью». Великий князь посмеялся над гордостью Муртазы. Задержав его посла, известил о том Менглигерея и прибавил, что король польский тайно зовет к себе другого брата ханского Айдара. Но Менглигерей, не весьма прозорливый, скучая множеством забот, сам желал уступить Нардаулату половину трона, чтобы он, вместе с ним царствуя, своим умом и мужеством облегчил ему тягость власти. «Отправь его ко мне», – писал Менглигерей к Иоанну, – «мы забудем прошедшее. Айдара же не боюсь. Пусть идет куда хочет». Великий князь ответствовал, что не может исполнить требования столь неблагоразумного, что властолюбие не знает ни братства, ни благодарности, что Нардаулат, быв сам царем в Тавриде, не удовольствуется частью власти, имея дарование и многих единомышленников, что долг приязни есть остерегать приятеля и не соглашаться на то, что ему вредно. Сие представления образумили и, может быть, спасли Менглигерея. Несчастная судьба Олегама оскорбила шибанских и нагайских владетелей, связанных с ним родством. Царь Ивак, Мурзы-Алач, Муса, Емгурчей и жена его прислали в Москву грамоты, убеждая в них освободить сего пленника. Ивак писал к великому князю. «Ты мне брат. Я государь бессерменский, а ты христианский. Хочешь ли быть в любви со мною? Отпусти моего брата Олегама. Какая тебе польза держать его в неволе? Вспомни, что ты, заключая с ним договоры, обещал ему доброжелательство и приязнь». Мурзы изъявляли в своих письмах боли и смирения, говоря, что они шлют великому князю тяжелые поклоны с легким даром и ждут от него милости. Что отцы их жили всегда в любви с государями московскими. Что обстоятельства удаляли юрт Иваков от пределов России, но что сей царь, победив недругов, снова к ней приближился и хочет Иоанновой дружбы. Послы Ногайские желали еще, чтобы купцы их могли свободно приезжать к нам и торговать везде без пошлин. Государь велел объявить им следующий ответ. «Олегама, обманщика и клетвопреступника, мною сверженного, не отпускаю. А другом вашим быть соглашаюсь, если царь Ивак казнит разбойников, людей олигамовых, которые у него живут и гравит землю мою и сына моего Магмет Аминя, если возвратит все похищенное им или не будет впредь терпеть подобных злодейств». В ожидании сего требуемого удовлетворения Иоанн задержал в Москве одного из послов, отпустил других и велел, чтобы Ногайцы ездили в Россию всегда через Казань и Нижний, а не Мордовскую землею, как они приехали. Сие сношения продолжались и в следующие годы, представляя мало достопамятного для истории. Видим только, что Орда Ногайская, кочуя на берегах Яика и близ Тюмени, имела разных царей и сильных мурс или князей владетельных. Называясь их другом, Иоанн говорил с ними языком повелителя. Дозволил князю Мусе, внуку Эдигееву и племяннику Тимирову выдать дочь свою за Магмет Амине, но не велел последнему выдавать сестры за сына Мурзы Ногайского Емгурчея, коего люди вместе с жителями Астраханскими грабили наших рыболовов на Волге. Несмотря на все убедительные просьбы Ногайских владителей, держал Олегама в неволе, ответствуя «из уважения к вам даю ему всякую льготу». Посылал к ним гонцов и дары, ипорские сукна, кречетов, рыбьи зубы, не забывая и жёных, которые в своих приписках именовались его сёстрами. Но, строго наблюдая пристойность в дворских обрядах и различая послов, великий князь изъяснялся с Ногайскими единственно через второстепенных сановников – казначеев и дьяков. Главную целью Иоанновой политики в рассуждении сего кочевого народа было возбуждать его против Ахматовых сыновей и не допускать до впадения в землю Казанскую, где Магмет Аминь царствовал как присяжник и данник России. Ибо в тогдашних бумагах находим жалобу Магмет Аминя на чиновника московского Фёдора Киселёва, который сверх обыкновенных пошлин взял у жителей Цивильской области несколько кадок мёда, лошадей, куниц, бобров, лисьих шкур и прочее. Подчинив себе Казань, государь утвердил власть свою надвяткую. В то время, когда Холмский действовал против Олегама, беспокойный её народ, не менее своих братьев-новогородцев, привязанных к древним уставам вольности, изъявил непослушание и выгнал наместника Великокняжеского. Несмотря на многочисленность войска, бывшего в Казанском походе, Иоанн имел ещё иное в готовности и послал воеводу, Юрия Шестака Кутузова, смирить мятежников. Но ветчане умели обольстить Кутузова. Приняв их оправдание, он возвратился с миром. Великий князь назначил других полководцев, князя Даниила Щеню и Григория Морозова, которые с десятью тысячами воинов приступили к Хлынову. Жители обещались повиноваться, платить дань и служить службе великому князю, но не хотели выдать главных виновников бунта – Аникиева, Лазарева и Богодайщикова. Воеводы грозили огнём, велели окружить город плетнями, а плетни – берестом и смолою. Оставалось несколько минут на размышления. Ветчане представили Аникиева с товарищами, коих немедленно послали окованных к государю. Народ присягнул в верности. Ему дали новый устав гражданский, согласный с самодержавием, и вывели оттуда всех нарочитых земских людей, граждан, купцов с женами и детьми в Москву. Иоанн поселил земских людей в Боровске и в Кременце, купцов в Дмитрове, а трёх виновнейших мятежников казнил. Чем и пресеклось бытие сей достопамятной народной державы, основанной выходцами новогородскими в исходе II на X века, среди пустынь и лесов, где в тишине и неизвестности обитали вытяки с черемисами. Долгая история молчала о Вятке. Малочисленный её народ, управляемый законами демократии, строил жилища и крепости, пахал землю, ловил зверей, отражал нападения вытяков и, мало-помалу усиливаясь размножением людей, более и более успевая в гражданском хозяйстве, вытеснил первобытных жителей из мест привольных, загнал их во глубину болотистых лесов, овладел всею землёю между Камою и Югом, устьем Вятки и Сысылую, начал торговать с пермиками, казанскими болгарами, с восточными новогородскими и великокняжескими областями. Но ещё недовольный выгодами купечества, благоприятствуемого реками судоходными, сделался ужасен своими дерзкими разбоями, не щадя и самых единоплеменников. Вологда, Устюг, Двинская земля опасались сих русских норманов столько же, как и Болгария. Лёгкие вооружённые суда их непрестанно носились по Каме и Волге. В исходе XIV века уже часто упоминается в летописях о Вятке. Полководец Тахтамыша выжег её города. Сын Донского присвоил себе власть на Доную, внук стеснил там вольность народную, правнук уничтожил навеки. Воеводы Иоанновы вместе с Вяткою покорили и землю Арскую, где ныне город Арск. Сия область древней Болгарии имела своих князей, взятых тогда в плен и приведённых в Москву. Государь отпустил их назад, обязав клятвою подданства. Среди блестящих деяний государственных, ознаменованных мудростью и счастьем венценосца, он был поражён несчастьем семейственным. Достойный наследник великого князя Иоанна Младой, любимый отцом и народом, пылкий, мужественный в опасностях войны, в 1490 году за ним мог ломотою в ногах, что называли тогда Камчугую. За несколько месяцев перед тем сыновья рало-палеолога, быв в Италии, привезли с собою из Венеции, вместе с разными художниками, лекаря именем мистера Леона, родом Жадовина. Он взялся вылечить больного, сказав государю, что ручается зато своей головой. Иоанн поверил и велел ему лечить сына. Сей медик, более смелый, нежели искусный, жёг больному ноги стеклянными сосудами, наполненными горячей водой, и давал пить какое-то зелье. Недуг усилился. Юный князь, долго страдав, к неописанной скорби отца и подданных скончался, имев от рождения 32 года. Иоанн немедленно приказал заключить мистера Леона в темницу, и через шесть недель казнил всенародно на Болванове за Москвой рекой. В всём для нас жестоком деле народ видел одну справедливость, ибо Леон обманул государя и сам себя обрёк на казнь. Такую же участь имел в 1485 году и другой врач, немец Антон, лекарствами уморив князя татарского сына Даниярова. Он был выдан родным головою и зарезан ножом под москворецким мостом, к ужасу всех иноземцев, так что и славный Аристотель хотел немедленно уехать из России. Иоанн разгневался и велел заключить его в доме, но скоро простил.